Обратились жители дома по улице 16, на улице Гидролизной, с проблемой, что около домов отсутствует освещение. Мы сделали запросы и решили выехать на место, посмотреть, есть ли действительно здесь освещение, и как обстоят дела. В общем, действительно, ситуация подтвердилась, что на участке дорог вокруг этого дома отсутствует освещение, в том числе по улице Гидролизной, начиная от перекрестка с улицы Победа и до реки. Поэтому, я думаю, что мы где-то окажем помощь, в том числе обратимся в суд при необходимости, чтобы заставить ответственное лицо восстановить освещение на этих участках. Сейчас мы проходим мимо дома по улице Гидролизная, 19. Здесь фонарей нет, здесь достаточно темно. Рядом находится школа номер 68, зимний период времени достаточно темно, как и в осенне, потому что освещения, как видите, здесь вообще практически нет, где мы сейчас идем. Вот, и хотелось бы, наверное, чтобы дополнительно поставили хотя бы еще парочку фонарей, чтобы хоть как-то была освещена вот эта дорога, которая идет в школу, в детский сад. Вот, поэтому мы будем работать над этой проблемой дальше. Ну, если ситуация усугубляется тем, что глубокие лужи, которые здесь также годами не упираются, ну и люди ходят, вот как мы говорим. На улице Гидролизной, как мы видим, тоже. Фонарей всего две штуки, которые висят на жилых домах и очень слабо освещают эту улицу. Машина идет, да, и пешехода там не заметить очень просто. Поэтому над этой улицей мы также попробуем поработать. Может быть, в том числе даже будем обращаться в суд, чтобы обязать администрацию восстановить здесь освещение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok